Алло. Здравствуйте. Кто это? Банк ВТБ 24. Меня зовут Василий Валерьевич. Могу поговорить? Да, слушаю. Что вас интересует? Звоните по поводу вашей просроченной должности. Наши банки Хопатова до сих пор не произвели в связи с чем? Денег нет. Денег нет? Денег нет на это дело. А в связи с чем у вас денег нет? В связи с тем, что их нет. Просто нет. Не хватает. Ну на работе работаете, зарплату получаете. Денег до банка чего не доходит? Ну кроме банка еще существует очень много причин очень важных, приоритетных для меня. Я никогда не ставил банк на первое место и не буду этого делать. А зачем? А зачем вы его даете? Вы даете для того, чтобы заработать на этом. Я взял денег, чтобы у меня было больше денег. Вы сами за него обратились. А? Вы сами за него обратились. Ну а что? Ну а кто за меня обратится? Что за вопрос? Я не пойму. Какое отношение? Вы говорите, зачем вы вам дали? Потому что за него обратились. Да, но это, понимаете, это поверхностная ситуация. Основное это то, чтобы заработать. То есть, чтобы банк продал деньги, я заплатил проценты и вы имели больше денег. В том числе и вы, как сотрудник банка. По той же причине я и взял деньги. Чтобы у меня было больше денег. Вы же не будете говорить, что вам, допустим, не нужны деньги. Деньги банка в итоге вы на что потратили? Что сделал? Деньги банка в итоге вы на что потратили? Ну, это много пунктов. А что еще с деньгами делать? Их же нельзя просто так положить, чтобы они лежали. Да? Ну, разные люди бывают. Ну, разные. Я вот к идиотам не отношусь. Я отношусь нормально. Деньги должны работать. Деньги должны приносить удовольствие. А зачем вы это все спрашиваете? Вы думаете, после того, как вы зададите мне эти вопросы, у меня деньги появятся? Или мне стыдно станет? Я говорю, потратили на свой бизнес. Что-что? Потратили на свой бизнес их. Почему на мой бизнес? У меня есть, еще раз говорю, приоритеты, в которых банк занимает, в лучшем случае, 25 место. У меня есть семья, у меня есть амбиции собственные, у меня есть желание покушать. Я имею на это полное гражданское право. В таком случае, раз банк занимает 25 место в вашем приоритете, то можно смело обращаться к цифровым заявлением в соц. Правильно я понимаю? Конечно, если вас что-то не устраивает, здесь однозначно, если вас что-то не устраивает в гражданско-правовых отношениях между мной и вами, то что вам еще остается? Подождите, ответьте. Еще раз повторяю, вы не надеетесь, наверное, из-за того, что вот вы мне позвонили, у меня бах там, и если бы так было, я бы с вами прям, ну, раз у меня звонок от коллектора, и у меня хлоп, в кошельке денежка появилась. А он сказал, какие-нибудь страшные слова, на его взгляд, и раз еще денег появилось. Такого же не происходит. Ну, до начала звонят вам пока не коллекторы, еще звонят вам сотрудники банка. Ну, сотрудники банка, взыскательная организация, то есть отдел взыскания. Ну, давайте так рассуждать. Коллекторы те же самые взыскатели, только у них вообще меньше всего шансов что-то с меня получить. Вообще их нет. Вообще их нет. У них ни законных вариантов нет, ни моральных, ни этических, никаких. А особенно после... Ну, зато банк этих вариантов нет. Ну, ну, то хорошо, давайте я не выразился не так, я употребил слово коллектор. Хорошо, в вашем случае не коллектор, а отдел взыскания, да? Ну, хорошо, позвонил отдел взыскания, и у меня бам, и деньги появились. Ну, тоже же нет, понимаете? От того, что мы употребляем разные термины, да, по ошибке, либо для уточнения, деньги у человека не появятся. Вы это что, понять не можете? Или вы думаете, вы позвонили, и человек... Не, ну, конечно, большинство бежит, последнее отдает, но это не про меня. То есть, оплачивать вы не собираетесь, правильно? Ну, почему не собираюсь? Ну, пока нечего. Ну, а где? Что, а где? Ну, а где оплата? Вот вы... Ну, нет! Молодой человек, неужели я там с акцентом говорю, или на каком-то наречии непонятном старословянском? Ну, как их нет, Константин Капитан. Ну, нет у меня возможности оплачивать. У нас простые гражданско-правовые отношения. Уголовные статьи, долговой ямы, еще чего-либо подобного в нашей стране нет за нарушение договорных отношений, в том числе с банком. Ну, нет, это мой шаг в сторону банка. Давайте вступим в цивилизованный конфликт. У вас там есть юристы. Подавайте на меня в суд, расторгайте со мной договор. Мы с вами разве не телевизором общаемся? Что? Мы с вами разве не телевизором взаимодействуем? Еще раз не понял, что? Я говорю, мы с вами разве не телевизором взаимодействуем? Ну, цивилизованно. Ну, я вам в цивилизованном формате объясняю. Мне сейчас нет денег. Считайте, что это мой шаг в сторону банка. Нет денег, я не могу исполнять условия существующего договора. То есть, шаг в сторону подачи искового взаимодействия? Ну, пожалуй, ну, хотите, подавайте исковое заявление, хотите, судебный приказ выпускаете, но это бесполезно. Я его отменю очень быстро. Ну, потому что я отменю, как только его получу. Каким образом отмените судебный приказ? Не согласуюсь с условиями судебного приказа, не согласуюсь с суммой. Ну, хорошо, подайте его на апелляцию. Такую апелляцию, судебный приказ просто отменяется. Получил я его, в течение 10 дней написал, что я не согласен с каким-то пунктом этого судебного приказа, и мне судья, мировой судья его тут же отменят. Соответственно, дальше будет приведено судебного приказа. Ну, хорошо, ну да. Все, все верно. Вы подаете исковое заявление в суд. Я должен его получить. Если я его получаю, я выискиваю какие-то противоречия для себя. Либо пишу возражения, либо ходатайство. Замечательно. Уменьшение неустойки. Может подать в апелляцию, может подать на касацию, без разницы. Либо вон, что банк назад свои деньги получит. А как? Нет, ну я еще могу выкупить дебиторскую задолженность у какого-нибудь глухого банкрота. И судебному приставу положить на стол, что у меня есть актив дебиторская задолженность. Если банк ее заберет, то это будет считаться как погашение моего дома. Ну, тогда мы бы так и сделали. Что-что? Тогда мы бы так и сделали. А зачем? Зачем? Я сейчас себя комфортно чувствую. Как вы думаете, кто у нас сейчас пострадавшая сторона? Банк. Банк. Ну, все, так давайте. Шевелитесь. Ну, конечно. Ищите правду. Мне-то что делать? Зачем мне шевелиться? Я взял деньги, надеялся на то, что я выполню свои условия. Я почитал договор, увидел там пункты несоответствия действующему законодательству. Тут, ко всему прочему, еще бюджет у меня в связи с политической обстановкой в стране ухудшился. Например, пункты несоответствия законодательству у нас в вашем договоре. Что? Пункты несоответствия законодательству у вас в вашем договоре. Ой, там много. Я сейчас не буду особо вникать. Хоть один. А я в письмах. Я уже написал в банк письма. Все указал свои, на мой взгляд, противоречивые моменты. Досрочно будем передавать документы в вашем расторжении. И будем дальше начать с вами в судебном порядке. Ну, конечно. А я, да, я написал письма. Там попросил банк расторгнуть со мной договор. То есть, от платы отказываетесь, правильно? Да кто же вам, я хоть слово об этом сказал? Ну, вы же согласны с досрочным передачем. Не, ну, если вы хотите так услышать, да, в досудебном формате, я и в письмах написал. Пока банк не изменит пункты типового своего договора на основании статьи 29 Гражданского кодекса Российской Федерации о защите прав потребителей, я приостанавливаю платежи. Приостанавливаю платежи до получения либо утвердительного вменяемого ответа, либо удовлетворения моих заявлений. Либо в судебном приказе, да, либо в судебном... Ну, судебный приказ мы же с вами уже обсудили, что я понимаю, что судебный приказ это пустой фантик. Потратим... Ну, либо в судебном поездке уже суд на назначение реально судебного разбирательства. Ну, я напишу податайство о проведении в злочном формате. Более того, ваш банк наверняка еще в подаче искового заявления будет писать, что просим вас смотреть в отсутствие сторон. Вы что думаете, у меня первое судебное разбирательство с вами, что с банками, что ли? Я не знаю, какой... Ну, у меня богатый опыт. Поверьте, богатый опыт. Я сам юристом работаю, а у меня богатый опыт. Замечательно. Ждем в таком случае ваш в суде. До свидания. Кого ждем? Ждем вас в суде. До свидания. Сначала в суд подайте, потом меня там ждите. Чего я туда попросил? Я же говорю, досрочную передачу на судебную разбирательство передадим. Ну, вы там делайте, да, то, что положено по закону делать. И все. Можете даже мне не звонить, если хотите, звоните. Я же говорю, вы же говорите, что в судебном порядке вопрос решать не собираетесь. Ну, я приостановил платежи. А зачем мне выполнять условия договора, которые противоречат действующему законодательству и имеют шансы в суде быть признанным ничтожным? Ну, зачем? Я еще раз повторяю, я не первый день на белом свете живу. Я понимаю, как в нашем государстве расставлены приоритеты в отношении коммерческой структуры и в отношении гражданина Российской Федерации. Есть вторая статья, кстати говоря, Конституция Российской Федерации, в которой четко написано. Честь и достоинство гражданина являются высшей ценностью государства. А договор, что нарушает честь вашей достоинства. Правильно я вас понимаю? Кто? Договор? Да нет, дело не в этом. Просто есть еще несколько пунктов. Один из них, допустим, что в судебных разбирательствах судья либо судебный пристав должны вставать на сторону более слабой, менее защищенной стороны. В данном конкретном случае это физическое лицо. А это где расписано? В каком взаимном законе? А я сейчас не помню. Вы прямо, если у вас запись есть, процитируйте в поисковике, в гугле, вам выдаст эти установки. Вы знаете, если судья встанет на чью-то сторону, в судебном избирательстве долгие решения судебного, то это уже будет не судья. Как это? А он на чью-то сторону должен вставать? Да даже если он займет сторону банка, в связи с тем, что в нашем государстве судьи очень лоббированы. Ну и хорошо, ну а вы попробуйте с меня взыскать. Ну попробуйте через судебного пристава с меня взыскать. На что остается делать? А? На что остается делать конкретно? Ну вы попробуйте, посмотрим, что получится. У меня есть актив. Считайте, что у меня есть актив. Дебиторская задолженность. Какого-нибудь, какой-то организации Макрота. Три раза дороже, чем сумма долга. Я ее положу на стол судебному приставу, судебный пристав с вами свяжется с банком, скажет, вот у человека есть актив. Вы скажете, а он нам не нужен. Судебный пристав тут же напишет бумажку, что кредитор отказался от реальных активов своего должника. В связи с этим остановит, прекратит исполнительное производство, потому что банку ничего не нужно. Ну я знаете, что думаю? Вероятнее всего банк даже в суд не подаст. Если вот эту запись разговора послушают юристы, они скажут, да ну нафиг, лучше давай сосредоточимся на другом человеке, который ничего не понимает. А этот, с этим ничего не получится точно. А я вам говорю, что у вас со мной ничего не получится. Появятся деньги? Я не переживаю. Я не переживаю, я буду рад, если мы вступим в истинно-состязательный процесс, очередная тренировка. Но я еще раз говорю, в нашей стране в законном формате взыскать с физического лица деньги, если физическое лицо соображает, что происходит вокруг него, очень-очень тяжело, практически нереально. Ваши юристы это все отчетливо понимают. Вы, к сожалению, не юрист. У вас будет очередная практика, будете потом говорить, что... Вы не юрист, вы поэтому ничего не понимаете и не знаете, как действует банк. А я отлично знаю, как действуют банкиры и какие у них шансы. Ну и все, у вас будет очередная практика, дело выиграть, как вы думаете, замечу. Да, я не выигрываю, все дела проигрываются, банк всегда выигрывает. Банк, потому что дал деньги, и это факт. Понимаете? Это факт, запомните. И все дела у таких юристов, скажем так, проигравшей стороной является та сторона, которой выставили сумму. Но мы эту сумму, кстати говоря, еще и подкорректируем очень серьезно. То есть то, что банк в своих амбициях мне будет выкладывать в иском заявлении, это будет сильно отличаться от итоговой суммы, поверьте. Но для начала банку бы желательно сумму основного долга вернуть. Ну да, основной долг, максимум, что взял, то и выставят. Но это не факт, что... Ну, даже если я не буду там тяжелой артиллерии бомбить с точки зрения дебиторской задолженности, выкупа, а просто сделаю так, что буду платить комфортными платежами, то есть теми платежами, которые мне удобны. Ну, допустим, 500 рублей в месяц. Это называется рассрочка исполнения решения суда. Исполнение суда, исполнение решения суда в рассрочку, да? Это не запрещено. И все, и банк хоть там наружу вывернется, а ничего сделать не получится. Ну, нету человека больше. И вот в этом случае как раз работает та самая ситуация, когда судебный пристав становится не на сторону банка, а на сторону должника, то есть на более слабую, менее защищенную сумму. На судебный пристав отправят документы и акта невзыскания с вас. Что-что? Я понимаю. Судебный пристав нам учитывает акта невзыскания с вас этой суммы. Почему? Я же буду... Как это акта невзыскания? Я же выплачиваю по 500 рублей. Исполняю решения суда в рассрочку. Банку это невыгодно. Банку это невыгодно. Банк через третье лицо, либо самостоятельно откажется от претензий. Вот увидите. Потому что ему невыгодно такая течение обстоятельств. Ну, так и с вами будем делать. И своим там на кредитных комитетах кредит будет признан безнадежным. ЦБ вам его спишет. Вы со своих его отрицательных активов снимете и забудете про должника. Вот и все. Понимаете, это просто когда знаешь эту схему, жить намного проще. И стыдиться нечего. Потому что деньги банк дает не свои. Банк их кайлов не зарабатывает. Деньги дает банк для того, чтобы получать сверхприбыли. Вы знаете, сколько ваш ВТБшный самый главный человек. Вот мы пока с вами разговариваем. Сколько там? 7 минут 10. Он заработал около миллиона рублей. Возьмите в гугле, сколько зарабатывает Задорнов. Ну, это вот ваш председатель правления. Возьмите и посмотрите. Вы охренеете. Официально, в год официальной зарплаты, за которую он налоги платит. А еще есть неофициальные активы. Всем известно. Кто же с этим это посмотрит? А, да просто забейте в гугле, в Яндексе, да и все. Сколько зарабатывает председатель правления ВТБ. А вы все информации видите? Конечно. Официальная информация, она общедоступна. Я же говорю, официально. Так вот, мы пока с вами разговаривали, он заработал миллион рублей минимум. Там простая арифметика. Ну, замечательно. Но он заработал. Конечно, замечательно. Я ему не завидую, не ругаю его за это. Я просто утверждаю, что если вы с меня не взыщите, банк не обеднеет. Кажется, зарабатывает так, как может. Конечно, конечно. Конечно. Вы вот зарабатываете вот таким вот образом. Я, конечно, не завидую вам, что у вас такой выбор в жизни. Я зарабатываю по-другому. Но я деньги, я понимаю ситуацию, разбираюсь, я не жертва. Я не жертва, в отличие от тех людей, кто сидит в банке и думает, что он прав. А сам даже не удосужился разобраться в ситуации. Вы бы если бы разобрались, вот этот разговор запомните. Вы голову почешете. Бля, что я тут делаю? Зачем я тут работаю? Людям лапшу на уши вешаю в надежде на то, что попадется юридически неграмотный должник. Зачем я работаю на такой работе? Моя работа – это обман. Обман, введение в заблуждение. На этом весь бизнес банковский выстроен. Когда приходит за кредитом, вот тут же обманывает. Какая работа не обман? А? Какая работа не обман? Ну, моя, я считаю, работа не обман. Я помогаю. Вот я юрист, да, помогаю людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. Замечательно. Да, я не обманываю людей. Я им говорю то, что вам рассказал. Человек сам принимает решение обратиться к нам за помощью или исполнять условия там… Вы понимаете, и вот именно вы можете работать не обманом, а большинство юристов именно работает обманом. Большинство юридических работают обманом. Не, ну ваши в банках точно с точки зрения обмана составляют вот эти договоры, которые там на раз можно… А сначала подумайте, где у нас не обман. А зачем мне об этом думать? Во всяком случае, я спокойно себя чувствую, потому что там, где обман, вот в данном конкретном случае, я там не жертва. Любой обман рассчитан на поиск жертвы. Понимаете? Вы обманываете, но в итоге во мне вы жертву не смогли инициировать. Мы ее не искали, господи. Понимаете? Я говорю, мы у вас ее не искали, но давайте мы на этом с вами разговариваем закончим. Давайте, давайте. Я вам желаю всего хорошего, здоровья, счастья. Успехов вам и вашим близким.